ребята всем привет с вами георгий леонов мы решили запустить дополнительную рубрику просто к моим каким-то каверным историям я буду специально для вас ходить по всяким интересным местам города ставрополь сегодня мы в студии револьверс я отвечу на ваши вопросы хорошо игорь привет рад быть у тебя в гостях кстати сегодня мы плодотворно поработали для одной из московских банд записали крутую барабанную партию так что скоро будут релизы я обязательно обо всем об этом расскажу и все выложу и покажу у нас паблики итак начнем игорь готов самое каверзное самое что ни на есть там наболевшие твоя философия моя философия ну ты имеешь ввиду вот в плане моей работы как ты услышал так вот и расскажи твоя философия все ну моя философия наверное в том чтобы людей счастливыми делать ну по-своему да то есть когда я работаю с человеком да и вижу что то что я делаю соответствует там его ожиданиям или как сказать превышает их да я вижу что человек заряжается этим он тем же самым заряжает меня я хочу еще даже круче сделать чтобы он там вау как как круто и таким образом люди делать радость не что то есть когда человек из динамиков слышит то что он то что не в голове происходит но это круто вот вот даже вот именно эта часть работы она в меня очень сильно заряжает и вот и меня делает счастливее наверно так и я хочу немного добавить сейчас не подумает ни реклама никакая там не знаю интеграция непонятная лично я считаю у нас с тобой большой опыт взаимодействия особенно в работе мы с тобой и в бизнесе сталкиваемся и в быту сталкиваемся и просто товарищи в общем взаимоотношений точек соприкосновения у нас хватает с тобой на самом деле мне кажется что ты можешь не только делать радостным и доводить до результата который просто звучит из динамиков так как человек задумал отталкиваясь по своему опыту ты же знаешь мы приходим и говорим игорь мы хотим так а в итоге отсюда уходим всего на леда кричим потому что всегда все лучше качественнее и так далее тогда вот сейчас будет еще сложнее вопрос на цели револьверс тут сложно сказать но конечно хочется какую-то понятную методологию что ли иметь то есть вот что звук револьверс на какое-то понятие уже есть такое то есть что определенным образом у нас все звучит хотелось бы чтобы это в какую-то методологию понятно вылилось в итоге и возможно бы потом еще и обучать этому других людей то есть то тот опыт который я пережил за жизнь то чему я там какие-то у кого-то техники подсмотрел именитых там продюсеров звукорежиссеров на хотелось бы вот вот этот стек который получился из разных школ из разных философии да там звукорежиссерских нести в массы и ну такая долго идущая цель у меня это все-таки чтобы сеть студии было которые работают там по определенной методологии все знают ты идешь в револьверс ты получаешь результаты он всегда будет на уровне игорь ты последнее время становишься все более разносторонним человеком и пробуешь себя в изучении как раз таки в продвижении вот то о чем ты говоришь там да мы пробуем джетал продвижение и так далее так далее ты читал несколько крутых лекций то есть собирался ну прям целые мероприятия под это все дело вот что ты можешь сказать вот супер начинающему артисту вот какие допустим три основных правила может быть для тебя есть может быть не три опять 10 там без разницы ну вот именно в продвижении вот что ты можешь подсказать ну во-первых самое главное правило это не надеяться ни на какую волшебную таблетку или волшебный случай или что ты сделаешь какое-то одно действие и вот что-то что-то произойдет и все станет круто в твоей жизни ты станешь только звездой эти времена прошли это там если копать в историю там супер успешных ну допустим там в рок коллективов и вообще супер успешных каких-то артистов даже в поп индустрии это всегда большая работа и она не всегда заключается в большой работе над музыкой на то есть артист он должен развиваться тоже и как личность и как медиа персона то есть что ты сейчас придешь ты накопил денег там пришел на студию или допустим у тебя появилась возможно что тебе предоставили эту студию и ты пришел записал трек и вот что завтра мы его выпустим и типа все нет сейчас мир другой дата сейчас формат коротких видео эпоха такая идет и этим нужно пользоваться у нас есть замечательный прекрасный кейс к сожалению до закрытия тик тока в россии был девочка у нас записала одну песню очень классную но помимо этого то есть это было пять процентов того что она сделала все остальное это были у нее кавера под укулеле она на укулеле играет там она там каких-то мишек на фон расставила такая вся милая типа девчуля играет кавера это было прям и в трендах прям весело мне кажется это всегда красивая девочка играет на любом музыкальном инструменте и что-то красиво поет ну вот это работает возьмите на заметку то есть любые кавера любую сейчас на хайпе чуть-чуть она работала баристой в фене она приходила 12 часов ночи домой и каждый день до трех ночи пилила видосики и просто у нее дошло до трех миллионов подписчиков тик токи снижете кто хотел контракт заключать и через три дня тик ток блокируется сказал извини сказал извините да то есть уже ее хотели ее видео использовать в рекламе тик тока в стране то есть это очень круто и это все после моей лекции как раз таки контент план для музыканта который был на была у меня лекция на нее всего лишь 12 человек пришло но наверное мы просто плохо прорекламировали и то есть я просто на примере блогеров любых западных посмотрите если вы листаете ленту и вам попадается прикольный музыкант или сам продюсер у которого там 50 тысяч лайков на видео я рекомендую зайти на аккаунт и промотать на три года назад и посмотреть что там происходило вообще это полный бардак это по 300 просмотров и сейчас это мультимиллионные блогеры музыкальные которые их творчество очень мало в их ленте вот непосредственно их творчество то есть мы подходим к тому что не надеяться на случай и много работать много работать соц сетями это обязательно и в на вооружение брать все что угодно то есть это кавера показывать себя одно и то же выкладывать не нужно бояться что там 10 раз вы же свою песенки кто-то скажет чем кстати я начал заниматься да да то есть а вот да да даже твой вот взять блок который ты барабан и мне вообще тоже как есть прикольный то есть там сколько три недели прошло и уже там десятки тысяч просмотров на этом сколько там 15 видео я с гордостью скажу спасибо вам всем но смотрят уже более 200 тысяч просто серьезно да и это большая честь потому что я понимаю что может быть сейчас кто-то предвзято будет относиться к самой платформе как в к да ну то бишь у меня знаешь 9 лайков вот я очень долгое время там не заходил в инстаграм выкладываю что-то что-то то чего я сам получаю огромное удовольствие и мне 9 лайков вот понимаешь представляешь начинающему как бы это выстрел в колено до получив 9 лайков то есть как будто вообще никакой отдачи нет но несмотря на это я вот вам всем рекомендую не сдавайтесь никогда идите до конца боритесь стучитесь в одни и те же двери можете пробовать разные ключи пробовать разные штуки снимать что-то по-разному когда-то статично когда-то динамично в общем вы все и так прекрасно знаете самое главное никогда не сдавать игорь мы находимся можно сказать в центре вселенной твои обетованные на самом деле это одна из самых моих любимых студий в этом городе конкретно вот второй этаж или точнее между вторым и третьим или какой-то этаж я очень путаюсь но но не 4 тут есть и вокальная комната и мой любимый драм-рум где я люблю пошуметь и и так далее кстати скоро я специально приду в этот конкретный драм-рум и запишу для вас очень много видосов игорь скажи пожалуйста по теме о барабанах испытываешь ли ты удовольствие когда приходят к тебе люди топишь заказчик да и говорит вот нам нужно исключительно живая кухня любую другую не принимаем но тут я сразу же задаю вопрос об уровне игры барабанчик то есть я прямо откровенно спрашиваю вот вы честно как оцениваете там игру барабанщика и желательно бы там какой-то демо мне получить не то что демо даже просто вот лучше видео с концерта вот как как оно есть на самом деле и просто людям людям говорю что либо мы делаем барабан электронный есть там все плохо да или заказываем сессионного барабанщика который там придет все это быстро и качественно запишет потому что писать барабаны без того что барабанщик точный как бритва но это дело похоже смысла не имеет под собой здесь и плохо записанные барабаны они подвергаются там редактирование и так далее то их звук ухудшается и чем хуже игра барабанщика тем как бы этот и много правок это очень плохо сказывается на звуке и соответственно смысл вот этого вот записи барабанов живу он теряется да есть сейчас отличные библиотеки то есть которые может быть звучат не так живо да хотя тоже такой весьма спорный вопрос но это будет лучше чем если мы будем записывать барабанщика там живем у меня есть там хорошие барабанщики знакомы вот и в их числе есть которые там они приходят я пока я не приходят и когда мы говорим об их записи то есть да все понятно то есть мы подключаем барабаны даже это без каких-то вопросов если какие-то новые команды я вот ребят честно вот в сумму вот ваш может барабанщик без музыкального сопровождения без напоминаний чисто под метроном от начала до конца хотя бы один раз сыграть песню без ошибок если ответ нет значит скорее всего там какие-то большие проблемы мы начинаем в них разбираться до записи и как бы там приходим какому-то общему выводу либо электронные либо сессионный музыкант вот вот допустим сегодня была такая история что ну понятно люди там откуда не из москвы да и то есть у них возможности нет нет барабанщика да они вот вышли на тебя с помощью кстати твоих правильно же видосиков вот это полипа вот вот это кстати еще один показатель того что контент работает хотя этот контент не нет ни это не твое творчество ты просто кайфуешь играешь на барабанах и все самое главное что я играю на барабанах не шаблона как грубо говоря удар куда я играю свои партии я не так как мне нравится может быть в этом секрет ну посмотрим я еще занимаюсь очень мало поэтому ну вот суть в этом на то есть как бы у людей есть потребность они не могут записать сами они не хотят электроны они ищут сессионного музыканта у людей есть барабанщик но к студийной записи он не готов электронные барабаны или или сессионный музыкант зачастую все идет в сторону как бы электронных ударных это проще как бы никто ничего не скрывает как бы я вот готов честно отвечать на такие вопросы и призываю музыкантов к тому же честно осознавать свои возможности да особенно рок-групп и горя подай пожалуйста вот если сейчас радикальность немного смягчить но все мы не идеально говоря сегодня была проделана но работа работа тобою но скорее давиды давидом проделана работа я же максимально не идеален то есть у меня есть какие-то физические моменты вот если не радикально к этому относиться вот ты рекомендуешь барабанщикам у которых не было вообще студийной деятельности никогда прийти и просто попробовать то есть выделяется час записи конечно было такое что мы приходили писали живые барабаны ровняли их то есть но это просто альбом придется в шесть сколько было тогда треков до сборал в первой записи 6 треков выпуск 6 треков мы записываем 6 треков очень долго также долго их примерно равняем и приходим к выводу что нам нужно электронный ударный и за два часа решаем весь вопрос было такое человек попробовал чек что-то понял для себя что ну походом понял что барабаны не его да он уже да 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 то есть ну как бы опять-таки студия это место где никто тебе ничего не обманывает то есть вот есть микрофон потому что что касается барабанов это 80 процентов звука она до микрофонов находится и все то есть нам звукорегистер может чуть-чуть до рулить что-то как бы но если у тебя у нету звука но студия показывает все как она есть на самом деле как будто это даже рекомендую для того чтобы самому понять вообще ты готов какие-то моменты значит нужно подтянуть на там где-то ну ты понимаешь что нет я не готов пока что значит есть над чем работать мы что-то не то что мы там специально жмем на кнопки чтобы тебя там не получалось но у тебя не получается как я ученикам говорю знаешь самое главное самое первое что нужно начать это просто считать вслух потом я 30-40 лет до них донести что в этом нет никаких подковырок у меня не стоит задача просто там якобы поглумиться на человеком типа я заставил вслух считать до 4 нет есть определенные правила которые нужно соблюдать чтобы добиться да я знаешь как к этому отношусь вот постоянное повторение одного и того же действия это не касается одних и тех же дверей там я говорил про разные ключи а вот если делать одно и то же и всегда одинаково это шизофрения а если ты будешь делать одно и то же но в рамках упражнения то бишь так как надо да там на тренировать скорость силу удара амплитуду контроль там и прочее то тогда это будет всегда поднимать твоя кпд скажи пожалуйста друг мой я думаю что многие наверно спрашивают и многие не спрашивают что такое револьверс вот прям револьверс это и поехали вообще название револьверс получилось очень интересно мы у меня была группа раньше in my head вот и там ребята сейчас играют все очень круто там до сих пор общаемся дружим вся или дружим неважно и мы с барабанщиком с николаем делали нижнюю студию и собирали мы как раз таки drum room и стену вот эту и до этого студия у меня должна была называться tapes пленка пленки то есть я тогда был очень сильно одержим идеей что я кроме рока ничем не буду заниматься да и в принципе все все судительность к этому подводил именно и мы с ним что-то там крутим эту конструкцию все и как-то я такой тейпс вот он какое-то вот название не то что нибудь хочется типа броска что-то и как-то в разговоре слова револьвер у нас как-то раз что она типа крутое а я тогда установил новый плагин от компании пиви назывался на револьвер от слова вэльф лампа дима там вам эмуляция ламповых кабинетов и как-то я такой вот или вот их лампы типа это револьвер вот такой этот вот прикольное название он такой учеты револьвер типа пистолет стреляем типа там что-то ну типа вот в упор да и как-то вот эта мысль пошла револьвер studio уже потом я додумал это револьвер studio барабан с одним патроном как родилась эта идея раньше у меня был 6 зарядник на логотипе на первой версии логотипа но там был вот он был просто пустой и эта звездочка была посередине и потом я такую идею заложил в эту что один патрон но который стреляет точно в цель вот так вот и так и поэтому тут и потом потом уже пошло вот это объяснение всего этого что тут на нашей студии ты получаешь как бы оружие выходил замечательный фильм и зверопой и там замечательная история продюсера как раз таки который просто на таком жестком дне остался и когда он ваши песни это ваше оружие которым вы типа стреляете в слушателей и оно должно их поразить на повал ну там вот такая у него и я такой блин это так круто звучит и действительно что потом появилась эта приписка choose your weapon то есть выбери свое оружие то есть тут мы даем артистам оружие из которого они могут точно в цель стрелять даже с одним патроном то есть даже если одну песню очень это гораздо ярче и позитивнее все такое игорь скажи пожалуйста вот через тебя через твое детище проходит очень много людей то есть очень так скажем много залетных наверное много постояльцев ну тебя знают все кто как-нибудь связан с музыкой скажи пожалуйста бывало ли такое у тебя в компании что тебе приходилось отказываться потому что тебе просто не нравится и если да то насколько часто не припомнишь такого случая или чек решает все нет чек ну как сказать я считаю так что если чек дошел до меня да мы сейчас опять таки мы сейчас говорим о музыкантах да об исполнителях то есть есть у нас определенной категории клиентов до чтобы сразу объясню которым там петь не могу но очень хочу нужно подарок записать у них есть какая-то творческая творческое зерно внутри да ну нужно там скажем все красиво сделать мы там вопросов не задаем как бы пришел там под минус песню записал или есть и которую нужно сделать прям песню почему бы и нет это для человека мне это тоже такая своеобразная радость подарок ему приходит студия мы целый день тут сидим что-то делаем он там ничего не соображает не умеет мы ему просто кайф ловит от самой атмосферы делаем вот все что в наших силах захватает вашего общения просто через стекло когда даже так когда мы там это вообще это это сто процентов да это вид есть такая категория клиентов там как бы комфортный ценник всегда обычно там там вопросов никто не задает мы тоже не задаем человек хочет вот так делаем красиво вот так если мы говорим о музыкантах которые пришли об исполнителях начинающих да то есть мы очень много работаем с начинающими которые допустим никогда не делали песню они умеют петь у них есть идеи какие-то да но они не знают во что это завернуть там они там приходят показывают там своих кумиров но это все обсуждаем да и что-то вместе с ними придумываем очень редко бывает но один случай сейчас пока говорил я вспомнил да но там просто вопрос и не помню кто эту фразу сказал там кто-то из наших рокеров бывалых любите музыку в себе они себя в музыке это замечательная вообще фраза очень глубокая которую я на все же я не помню кто это говорил но но она мне врезалась и вот там пришла один раз девушка которая вот именно хотела себя в музыке вот посмотрите на меня какая классная и вот это очень жестко у нее как бы доминировала эта идея такая что мы просто не могли даже вести конструктивный диалог плане вот вообще создание самого то есть были привлечены определенные ресурсы виде вокалистов которые строят мелодию то есть у нее был текст который в принципе не поддавался мелодического и какой-то настройки да мы это все сделали сделали в двух вариантах там демо и вот она нет и вот проблема заключалась вот именно в этом то есть не было музыки внутри человека он хотел использовать музыку в качестве как скажем такого понта что ли не знаю самого себя вот и при этом не мог прислушаться ни к чему мнению и не имел своего ну короче это знаешь такой шарик от пинг-понга который просто вот по этим трем стенам бился и не некуда ему было деться и как мне пришлось отказать вот был и там еще один случай но там просто мы тоже не могли понять что человеку нужно и как бы все варианты предложенные ну такое бывает иногда вот это два случая точно смотрим во всех остальных случаях бывает что тяжелее иногда чем обычно бывает намного проще чем обычно бывает вот все как полу как я говорю как по учебнику приходим обсудили начали делать все идет 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 бах все вечером песни готовы идеально такие случаи как бы есть иногда чуть бывает да с какими-то там притертостями иногда там наоборот человек приходит такой вот ни при чем не все нравится все что вы делаете вот классно вот что не предложишь все классно 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 в марью да вспомню она просто сидит и все ее время провождения студии она просто хвалит нас представь она просто сидит и такая блин ребята как это просто это шедеврально то что вы делаете вот она целый день и рассказывал значимость логотипом я не помню там это но вот она и она такая вот каждый раз это вот кстати мы вам недавно с ней видео до выкладывали до куда в инсте до висит вот что мы за день с ней сделали и просто то есть там легко мы мы очень быстро управились и получили классный результат вообще супер кайф как бы но вот я любитель такого вот вот как у меня есть в методике в моей работе вот мы так пришли вот с вами мы с вами также работаем вы пришли что-то там свои идеи озвучили я озвучил свои мы все это как бы с вами по подбреки блендер да все вроде все хорошо записали вокал все свели все вечером песня готова все проблемы не слушай я помню наш опыт когда я находился в командировке в сочи несколько месяцев и у нас что-то горело по нашим каким-то внутренним песочным часам не не знаю все полыхало и была огромная жажда в написании следующей какой-нибудь песни мы работали как раз таки надо нашим с самым летним боевиков назовем его так обнимай самая летняя песня с рагетоном с уникальным я считаю что уникальный пульс там вот насколько мы бодались пытались подбирали переделывали и так далее но я помню наш опыт дистанционной работы вот для тебя это был первый такой опыт когда в режиме реального времени происходит какое-то исправление в проекте особенно где они не просто реклама какая-то пишется целая композиция ну не опыта такого у нас достаточно у нас но в основном это уже такие артисты которые вот они сформированные да они все хорошо поют они ничего там ну реально осознают свои возможности да вот настя из питера помнишь вообще замечательно то есть хорас раз она там блин ребята вот этот аккорд вы там поставили я там ну давайте там по поменяем там тут мы такие все там раз-раз-раз сделали то есть принципе как опять таки то это все многое зависит от артиста вы что мы готовы адекватно там исправляет доделывать но всегда стараемся изначально работать как бы уже идти в правильную сторону скажем так тогда и исправление будет меньше вот да у меня был к тебе вопрос твое мнение какое будущее вообще развитие о концертные сцены но не только ставропольская ставропольская естественно нас интересует в первую очередь но вот вообще в принципе скажем так региональной вот такой маленькой сцены как вот ее развивать как вы делать круче что можно сделать я сейчас скажу честно этот человек точно знает мой ответ на этот вопрос потому что мы вместе прикладываем руку к развитию ставропольской сцены как минимум мы сейчас работаем над большим рядом концертов в наших так сказать провинциях до которые находятся возле города на окраине региона нашего и прочее я горжусь своей работой и вот несмотря на всякие сложности сложности бывает очень много особенно что касается в организации и особенно когда мы сидим и тыкаем друг в друга сегодня ты менеджер нет ты менеджер нет ты менеджер но в общем а ты позвони не позвони узнай разузнай это колоссальная работа я понимаю что когда большие артисты нанимают себе большую команду которая занимается подготовительными процессами организации в принципе мероприятия это очень жесткая работа вот правда очень жесткая работа мы мы сейчас начали проводить свои мероприятия играем свою авторскую музыку пока ее не так уж и много у нас поэтому мы периодически что-то у кого-то заимствуем и выдаем каверы но как ты помнишь подметил что гаша но как ты хотел вот как ты хотел ты хочешь совет то звук то вложение колоссальное количество просто в организацию просто сцена вот должна выглядеть я не знаю как будто группа аэросмит выступает в какой-нибудь селе грачев к нам надо да в общем в любом случае я я работаю ты работаешь над этим вопросом мы работаем над этим вопросом у нас впереди большое будущее я я лично все сделал для того чтобы у нас все получилось поэтому я думаю что сейчас вот эти концерты мы будем вспоминать бы я про сложности на концертах мы будем вспоминать только с улыбкой то что там не получилось там не получилось что там не получилось как минимум лично я как небольшой руководитель всяких отдельно взятых процессов в нашей деятельности я вижу колоссальный прогресс вот регресса у нас вообще ни секунду нет даже если мероприятие отменяется по каким-то там не от нас зависим чем причинам да то есть вот как у нас были дарок получилось для отмены всякие там в каких-то местах и так далее но мы все равно возвращаемся к этому вопросу мы всегда пробиваемся через эти бетонные стены мы идем вперед нас все слышат и самое главное слушают вот это вот важно и все нам готовы протянуть руку оказать какую-то поддержку и это очень приятно и если наша тенденция разрастется из края и перейдет как в хорошем смысле эпидемия на соседние регионы я буду не знаю просто очень счастливым человеком как ты считаешь вот если будущее у российской эстрадные не эстрадные андеграундной музыки в таком масштабе что она может диктовать тренды хотя бы какой-то период времени как ты думаешь сложный вопрос мне конечно хочется верить что до этого ну и на этом тогда игорь давай вот напоследок скажи пожалуйста вот что ты можешь пожелать своему следующему клиенту следующему клиенту до удачи в личной жизни здоровья богатство богатство которые тебе ну естественно следующему клиенту ну чтобы он вышел отсюда с тем чего он хочет и добился своих целей а я ему в этом с удовольствием помогу ну и прийти ко мне конечно же они куда-нибудь супер друзья слушайте только хорошую музыку ставьте как там говорится лайки репост колокольчик да где он где он находится вот туда да все внизу короче в общем ребят огромное вам спасибо вы меня вдохновляете на создание когда все время каких-то новых испытательных проектов лично для себя я максимально нахожусь не в зоне комфортно я первый раз пытаюсь взять интервью человека по-моему тебя классно получил мне понравилось да я надеюсь что вам тоже все понравилось ребят в общем повторюсь слушайте хорошую музыку занимайтесь музыкой если вы мечтаете стать музыкантом или просто на уровне не знаю первоклассника овладеть гитарой барабанами вокалом пишите мне я вас направлю если вы хотите попробовать свои силы в студийной работе если вы группа которая вам в которой вам там я не знаю всем участникам по 15 лет и вы мечтаете записать какую-либо песню ребята все бросайте бегите вот он есть человек который вам поможет и в 15 лет и в 17 и в 45 и в 63 и если вы никогда не стояли за вот таким вот окном если вы никогда не пробовали говорить микрофон я вам это советую пережить ребята лучше этого просто не мало что есть может быть прыжок с парашюта ну может просто с четвертого этажа в снег я так делал речь тоже из шатания у тебя у тебя слушай свои все в твоих краях это просто сугроба позволяли попробуй здесь не надо так не делать в общем ребят спасибо вам огромное всего доброго до свидания пока пока пока